Я жду этот день Мы сейчас основательно пройдемся по всем доказательствам, потому что вы находите ключи, и вам все открывается, и все в контексте начинает быть понятным. Если нет, тогда ваши теории щели сквозят просто. Многие стихи непонятные, к чему их привязывать, а здесь настолько все понятно, удивительно просто. Понятно, почему 1260 дней, 1290, понятно, где Иисус стоит, когда Он стоит, когда Он приходит, когда Он за святыми приходит, когда Он на землю приходит, 144 тысячам. Так, ключи к пониманию последних времен. Первый ключ – это мы используем германевтику буквального подхода. Как написано, так понимаем. И там, где видение, мы это видим. Видение. Жена, стоящая на солнце, дракон с семью головами и так далее. Вот остальное все буквально. Перечисление знамений перед восхищением, знамений пришествием, перед восхищением. Матфея 24. Там есть пауза с 15 по 28 стих. Вот эту вот паузу важно увидеть, потому что 14 стихом заканчивается знамение. Будет Евангелие проповедано. Глады, море землетрясения, войны будут предавать, убивать. Потом Евангелие будет проповедано. А следующее знамение начинается с 29 стиха. Это небесные знамения. А с 15 по 28 просто Иисус расширенно говорит об опасности именно знамения Антихриста. Второе. Из Матфея 24, Даниила 7. Мы выясняем, где Иисус говорит в паузе. Иисус говорит, итак, когда увидите меры запустения, стоящие на святом месте, реченную через пророка Даниила, читающий, доразумеет, тогда находящиеся вудеи добегут в горы. И потом, он говорит, тогда будет великая скорбь. То есть начало великой скорби будет, когда будет поставлен меры запустения. Меры запустения из Даниила в середине седмины, в половине седмины. Всего 70 седмины определены. И 70-й седмины Даниила, вот в середине нее будет меры запустения или великая скорбь. Нам вот важно меры запустения в контексте великой скорби. Начнется великая скорбь. Вот мы определили великую скорбь. Вот это середина седмины. Эта половина седмины обозначена разными цифрами. В месяцах 42, в годах 3,5, в днях 1260. Идем дальше. Третье. Из Матфея 24 мы выясняем, что восхищение будет после великой скорби. После скорби тех дней, там сказано. И потом соберут избранных. Помните? После скорби тех дней соберут избранных. Матфея 24, 28, 29, 30, 31. Там видно, что после скорби будет восхищение церкви. Слово восхищение использовано в Новом Завете двумя разными словами. Вот Матфея использует слово эписунага, которое означает собрать наверх. Поэтому никаких разномыслей, что соберут где-то на земле, нет. Дальше. Мы также должны точно понять, что когда великой скорбь закончится, нигде не сказано. Кто-то решил, что великой скорбь закончится в конце седмины. Ничего подобного. Нигде такого нет. Стиха такого в Библии нет просто. Сказано, что когда начнется великая скорбь, а когда закончится, непонятно. Мы знаем, что она закончится после скорби тех дней, когда будет восхищение. И вот нам надо понять, когда будет восхищение. Поэтому, когда мы поймем, когда закончится великая скорбь, мы поймем, когда будет восхищение. Вот это нам предстоит сейчас пройти по этому доказательству. Значит, великая скорбь, она для церкви. Вы напишите то, что я вам сейчас диктую. Великая скорбь для церкви на одной строчке напишите. На другой строчке «Гнев для неверующих». На третьей строчке «Гнев сменит великую скорбь». Следующая строчка «Доказательства большими буквами» напишите. «Великий скорбь для церкви» первая строчка. «Гнев для неверующих». «Гнев-то для кого?» Понятно, что для неверующих, видите. Но это надо доказать. В какое время они будут? «Великий скорбь» потом будет гнев. То есть фронология у них такая. «Великий скорбь» заканчивается, начинается гнев. Вот «Доказательства». Матфея 24, двоеточие 29-31. Там, где сказано «После скорби тех дней» соберут избранных. Здесь мы видим первое восхищение сразу после небесного знамения. И второе восхищение после скорби. Там будет небесное знамение, сказанное «После скорби тех дней», небесное знамение, и потом значит восхищение. Получается восхищение после скорби и после небесного знамения. Напишите следующее. Откровение 6 глава, 13 и 17 стих. Потом 7 глава, 9 и 14. Затем 8 глава, 6 стих. Вот такие ключевые стихи, где мы узнаем, что гнев придет после небесного знамения. В Откровении 6, 13 сказано о небесном знамении, а в 17 стихе сказано, что пришел гнев после этого. В 7 главе, 9 стихе мы видим на небесах картины восхищенных о скорби. И 8 глава, 6 стих говорит нам начало гнева. С 13 по 17 покажи нам. С 13 по 17. Вот смотрите, мы видим, снимаются печати. Вот эта шестая печать снялась. Небесное знамение. И в 17 стихе мы видим, пришел великий день гнева. Значит, знамение, потом гнев. А в Матфеи мы видим, что после знамения восхищение. Здесь мы увидим восхищение? Увидим. Пойдем в 7 главу, 9 по 14 стих. Смотрите, великое множество людей. Великое множество людей, которые не мог перечесть. Ну, кто это? Это же церковь. Вот это единственная картина восхищенных. Все. И 14 стих нам огромное доказательство дает. Они пришли от великой скорби. Это подтверждает Матфея. После скорби те дни соберут избранных. Вот эти люди, которых нельзя счесть, пришли от той самой великой скорби, о которой упоминал Иисус на горе Ильонской. А здесь он об этом повторил на острове Подмос в Средиземном море. Дальше. И вот после восхищения мы видим, идем дальше в 8 главу, 6 стих. И еще 7 ангелов, мечный труп, приготовили струбить. Что это за 7 труп? Мы видим там разрушение. И вот это суд, гнев начался. Видите хронологию? Внизу напишите. Откровение хронологично. Все. Мы вот этот ключ получили. И сопоставили его с Матфея. И мы выяснили, что восхищение будет после великой скорби. И получается, что великая скорбь начинается в середине седмины, а когда она заканчивается, мы не знаем. Но мы знаем, что когда она закончится, будет восхищение, и сразу начнется гнев. Вот из этих стихов все мы это выяснили. Теперь нам надо понять. И мы увидим, что 7 труба затрубит на 1260 день. В конце седмины. В конце седмины. Логику усматривайте. В середине седмины начинается великая скорбь. Потом она когда-то заканчивается. Это все идет половина седмины. Потом будет восхищение. Потом будет 6 труб гнева. И вот тогда седмина заканчивается. Следует ли из этого, что в середине седмины где-то будет восхищение? Конечно, следует. Подожди, до тебя не дошло? Я специально для кого не дошло? Я повторю, ребята, потому что... Повторить? Хорошо. И в середине седмины будет великая скорбь. Иисус сказал. Теперь смотрите. И после скорби, сказано, после скорби, пришел Иисус, и после этого пришел гнев. Скорбь заканчивается, гнев начинается. Согласно тем, что скорбь – это не есть гнев. Там сказано, скорбь заканчивается, гнев начинается. Мы разделили скорбь и гнев. И моментом разделения там сказано восхищение святых. То есть очень важно увидеть, гнев и скорбь разделены. На гнев Божий мы не остаемся, а вот на гонении мы остаемся. Пришло ли время мстить? Они говорят под жертвником. Они говорят это еще в пятой печати. А шестая печать – это небесные знамения. А после небесного знамения только приходит Иисус. То есть под жертвником люди убитые его пьют. Господь, пришло ли время мстить? Вот она, месяц с первой по седьмой трубы. Получается, что великая скорбь и за ней идущий гнев из шести труп, они все помещены между серединой и концом седмины. Великая скорбь и за ней идущий гнев из шести труп, получается, они должны поделить вот эту половину седмины. И в какой промежутке они делят, мы не знаем. Почему не знаем? Потому что Иисус сказал, не знаете ни дня, ни часа. И Он говорит, я смещу ради избранных. То есть Он уменьшит ее в нашу сторону ради избранных. Получается, что если седьмая труба все-таки в конце трубит, значит, наши сократятся, а их увеличат. Потому что совокупное число великой скорби и гнева чаш, оно неизменно. Это 1260 дней. Теперь доказательство, что гнев трупы зальется внутри седмины. Следите внимательно за логикой. Видите, это все логика. Логика понимания Писания. Как точно и четко можно его понять? Откровение 11 глава. Третий стих. Читаем. И дам двум свидетелям. Эти свидетели для нас ключом являются для этого понимания. И будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вредище. То есть они будут пророчествовать, как во время великой скорби. Будет восхищение. Они, получается, остаются и на гнев. Они остаются на гнев. И их восхищение там отдельно показано. Это единственные люди на земле, которые восхитят отдельно после великой скорби. Больше никого не восхитят. Есть версии, что еще кого-то восхитят. Вот их и восхитят. Больше никого. Одиннадцатый стих. Вот их убили, и после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. Оба стали на ноги, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Двенадцатый стих. «И услышали с неба громкий голос, зайдите сюда». И они взошли на облаке. Тринадцатый стих. «Тот час произошло великое землетрясение». Кстати, запомните это землетрясение. Оно нам не сейчас важно будет, а важно понять, что через четыре дня сюда придет Иисус в Иерусалим. Через четыре дня. Это в Библии сказано. Значит, смотрите. Одиннадцатый стих. «После трех с половиной дней вошел в них дух жизни от Бога». Это на какой день, если считать 1260? 1264. Согласны ведь, да? И четырнадцатый стих ключевой, потому что Иисус его применяет для хронологии. «Второе горе прошло, вот идет скоро третий». Получается, что на 1264 день вот это второе горе прошло. А что у нас второе горе? Помните, первые четыре трубы трубили, а пятая, шестая и седьмая – это первый, второй, третий горе. И когда, значит, жалили скорпионы, сказано, вот первое горе прошло. Когда была мировая война, сказано, вот второе горе прошло. И когда в резолюции чаше, сказано, вот третье горе. А вот второе горе прошло, значит, после шестой трубы. Вот откуда мы узнаем, что шестая труба трубит в конце седмины. Потому что пророки 1260 дней пророчествуют, и сказано, в конце жизни их убили. Значит, на какой день их убили? Сколько дней они пророчествовали, потом убили. 1260 дней, потом их убили. И здесь как раз пометка, когда заканчивается второе горе. А что такое второе горе? Это 200 миллионов войска, сражающих друг с другом. Вот что такое второе горе. То есть вот эта война будет в конце седмины. Но нам важно понять вот что. Еще раз, великая скорбь начинается в середине. Заканчивается неизвестно когда. Мы видим, что гнев и скорбь поделены. Гнев для неверующих, скорбь для верующих. Разделительным четой будет восхищение. Мы не знаем, когда заканчивается скорбь, но знаем, когда заканчиваются идущие за скорбью гнев в конце седмины. Получается, скорбь и гнев между серединой и концом седмины. Вот и получается, что где-то между серединой и концом восхищение верующих. Если есть какие-то вопросы, сомнения, скажите, мы разберем. Сначала пусть свидетели увидят, получается, да? Да, конечно. Вот он увидит, получается. И дано им пророчествовать бедствия. Знаете, о чем речь? Они будут пророчествовать суды и труп. И они это будут говорить после восхищения. Вот этот метеорит, гора упала в море. То есть Бог ничего не делает, не сказав через своих пророков. А на земле только два пророка. И они будут говорить вот это именно. И люди это будут говорить. Они мучили живущих на земле. А как они мучили? Вот они мучили. Предсказывая трубы откровения. Это суд огнем. Земля сберегается огню на день суда. Погибель нечестивых человеков. При этом мы знаем, что пятая труба это уже не огонь. Шестая труба еще огонь, огонь. Это же взрывы ядерные. А вот скорпионы жалят пять месяцев. Теперь сколько продлится великая скорбь? Если поделить 1260, для них скорбь и для нас скорбь. Вот сколько мы себе возьмем? Я бы как можно меньше себе взял. И я радуюсь тому, что хотя бы пятая. Покажи таблицу нам. Значит, смотрите. Вот гнев сатаны, гнев Бога. Вот восхищение. Вот половина седьминная. Второе горе прошло идет третье. Еще раз. Второе горе это какая труба? Шестая. Ирина сказала. Шестая труба что означает? Какой суд? Это какое событие? Это мировая война. То есть, вот мировая война вот здесь вот, вот здесь вот. А после будет третье горе. А скажите, третье горе это что такое? Вспоминайте. Что такое третье горе? Первое горе саранча жалит. Второе горе, вторая мировая война. А третье горе это семь чаш откровения. Потому что помните матрешку. Седьмая труба откроет семь чаш. Напишите так. Седьмая печать это и есть гнев Бога. Гнев Бога это седьмая печать. А вот шесть печатей это гнев дьявола. Понятно? Вот кто мне скажет, почему седьмая печать это гнев Бога? Почему, допустим, я не назвал семь труб или семь чаш? Почему я назвал только седьмую печать? Матрешка. Потому что матрешка. Потому что внутри этой седьмой печати все там вот эти трубы и чаши находятся. И можно сказать, что гнев это седьмая печать. Внутри нее все трубы и чаши. Понятно? Аминь. Аллилуйя. Драгоценное. Это очень сложный материал. Я вас понимаю. Будьте терпеливы. Но на вас доходит, я очень этому рад. Потому что откровения Божьи умудряют простых. Вы скажете, нужно это или это мне? Если вы сюда пришли, значит уже нужно. Мне интересно во всяком случае. Доживу или не доживу. Ну все, все. Все кончилось доказательство. Кончилось ваше мучение. Стрелочки косые. 1335 день. Значит, смотрите, ярость Бога это вот 30 дней. На 1290 день закончится 7 чаш. Конец седьмины. И где-то в конце ее будет вот это второе горе. Откровение 11.14. Ключевой стих. Второе горе прошло. И там посмотрите в контексте, чего прошло второе горе. Когда свидетели умерли. И кончилась седьмина. Все. Понятно, да? Второе горе. Так это мировая война. Вот получается, она будет непосредственно перед окончанием седьмины. А вот Армагеддон это шестая чаша. Мировая война это шестая труба. Армагеддон это шестая чаша. И она будет уже за пределами седьмины. А потом будет 45 дней еще. 1335 день. Блажен кто достигнет. То есть, блажен кто? Это овцы. Овцы. То есть, даже люди выживут, но блаженный кто достигнет, там еще будут выкидывать людей. Даже вот выжили, их будут выкидывать еще. В озеро огненное куда-то там. Во тьму внешнюю. Потому что Иисус будет строг тем, кто нас гнали. 45 дней это суд в долине Ассофата. Потому что там другого события нет. Я предполагаю это. Нет такого стопроцентного доказательства. Ангел всего лишь говорит. Блажен кто достигнет 1335 дней. Потом говорит, умные это разумеют. Мудрые уразумеют. И вот если вы посмотрите в контексте до тысячелетнего царства, какие события происходят на земле. Мы знаем, что вот эти чаши зальются. А потом будет суд на престоле славы. Он установит в долине Ассофата и будет судить. Соберет всех из разных стран, городов, где только люди выжили, всех соберут. Сказано, толпы, толпы в долине суда. Язычников не нас. Мы вообще будем на небе наблюдать за этим. Потому что я не вижу, чтобы мы пришли с Иисусом на землю, чтобы вот эти все делать. То есть, мы уйдем, но может быть будем на земле. И мы будем судить даже ангелов, сказано. Через тысячу лет вот ты их будешь судить. Когда воскреснут все, там же еще последний суд будет. Здесь суд определяет, войдет человек в тысячелетнее царство или нет. А вот будет брошен в озеро огненное и нет, вот это вот уже более крутой суд. То есть, суд у Белого престола. И потом, когда мы забираемся здесь на земле, что происходит? Какие события? Гнев Божий, молодцы, хоть запомнили. В каком именно виде? Где? Чаши, печати, что там будет? Трубы. Сколько штук? Шесть. Я повторяю, чтобы запоминали. Потому что сейчас в Откровении мы посчитали, что второе горе прошло. Второе горе – это шестая труба. И вот смотрите, а мы-то что будем делать на небе? И вот это время Бог приготовил трапезу. Брачный пир Агонца. Но в начале, до брачного пира, всем вам предстоит явиться в предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответствие того, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, и каждый получит награду. Суд для раздачи наград, не для осуждения. Потом уже все, веселимся, и бракосочетание, соединение Христа со своей невестой, сказано, что жена приготовила себя. И я так понимаю, что Бог даст панораму этих картин. То есть, мы увидим это. Это согласуется с видениями. Аллан видел, святые стояли и наблюдали за гневом. То есть, Бог даст вам наблюдать гнев. Знаете, если Бог даст вам наблюдать мучения людей в гиене огненной, то даст наблюдать и гнев. Причем, наблюдать мучения в гиене огненной, эта возможность будет вечно. Когда вы будете ходить в Иерусалим, там будет такой ров. Кстати, это описывает даже Джон Бивер в книге «Спасенные». Книга Исаия об этом говорит. Давайте прочитаем. Это факультативное уже знание. Вы должны разделять знания важные. Вот это было важное. А сейчас просто ради любопытства такого будущего. Исаия, 66 глава. 22 по 24 стих. Читаю. «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю...» То есть, речь о каком? Это о тысячелетнем царстве или нет? Это уже после тысячелетнего царства. «Новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет перед лицом моим, говорит Господь. Вот так будет семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, с субботу в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом моим на поклонение, говорит Господь». Смотрите. Субботу будут и месяцы будут. И всякая плоть будет приходить на поклонение. Почему плоть? Мы же уже небесные тела имеем, потому что будут еще люди по плоти, они останутся. Это будут те, которых помилуют в тысячелетнем царстве. Они же не воскреснут. 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червик не умрет, и огонь их не угаснет». Смотрите. Они будут на поклонение приходить, и в какой-то момент там будет картина трупы людей, отступивших от Меня. А червь не умирает, огонь не угасает. Где Иисус сказал? В гиене. То есть, эта картина будет. К чему это я все сказал? Что на небесах, в момент, когда мы будем забраны, все, наши гонения закончились, началось для тех, кто гнал нас. И мы будем смотреть там, кушать и смотреть. Ты не сможешь? А Библия, знаешь, что говорит? Что святые под жертвенником говорят, Господь, ну скоро, быстрее бы уж. Понимаешь, ты просто не проходила такую скорбь, чтобы видеть, такие издевательные. Над твоими друзьями, родственниками, родными. И поэтому праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. Ну ладно. Вот мы сейчас это все прошли. Я жду этот день Друг кончится скорбь, и солнце померкнет, луна не даст света, и звезды спадут, и силой не станет, и явится сын. Други восплачут, а дети уйдут. Я жду этот день Я жду этот день Друг более-надогие Я жду этот день